Состояние 10-месячного Вани Фокина, которого нашли под завалами, обрушившегося в Магнитогорске дома, существенно улучшилось. Об этом сообщила Вероника Скворцова. Министр здравоохранения сегодня навестила мальчика и его маму. Ребенок, напомним, находится в Москве под наблюдением специалистов НИИ, не отложенной детской хирургии и травматологии. На связи с нами оттуда сейчас Мария Слободянская. Мария, приветствую. Как себя чувствует мальчик? Здравствуйте. Действительно, состояние малыша не просто стабилизировалось, оно улучшилось. Врачи говорят, Ваня Фокин находится в сознании и сейчас его жизни ничто не угрожает. Прогресс есть. Сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что уже два дня малыш дышит самостоятельно. Также у него стабилизировалась работа почек, метаболизм. И кроме того, к ребенку вернулся голос. Это очень хороший знак, так как он означает, что тяжелых последствий от длительного пребывания на искусственной вентиляции легких нет. Ну и кроме того, очень важно, ребенок эмоционально реагирует на происходящее вокруг и входит в контакт с мамой. Давайте послушаем, что рассказала глава Минздрава. Уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой. И пока он не говорит, просто в серу возраста его, 10-месячный. Но эмоционально входит в контакт. У него есть голос, это очень важно. Он со вчерашнего дня уже подплакивает. Слава богу, ножка стабильная. Нет некротических никаких областей. Но процесс заживления будет очень долгий. Что касается ножки, я напомню, она была сильно обморожена. И, как выяснилось позже, еще и сломана. Ее состояние тоже стабилизировалось. Ногу удалось сохранить. И, тем не менее, терапию необходимо активно продолжать. Потому что прогнозы пока очень осторожные. Директор НИИ детской хирургии и травматологии рассказал, что результат, который есть сейчас, это, безусловно, рождественское чудо. Однако работы еще предстоит очень много. Важно то, что сейчас ребенок выжил. Но главное, понять, с какими последствиями он сможет выйти после этой травмы. Мы расцениваем сегодняшнее состояние, как такой небольшой подарок родителям. Нам всем, вам, россиянам, к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован. Сегодня он осмысленно смотрит. Сегодня реагирует на окружающие. Сегодня он начал глотать. Сегодня сняли его с искусственной вентиляции полностью. Но проблем еще достаточно много. Что касается мамы ребенка, она находится с ним круглосуточно. Она комфортно размещена в столице. Несмотря на то, что она находится по-прежнему в стрессе, она также отмечает улучшение состояния ребенка. За Ваней и Фокином связят лучшие реаниматологи, лучшие детские хирурги, врачи. И будут продолжать терапию. Каждый день это результат. Но пока прогнозировать, я повторюсь, трудно. Да, мы же пожелаем здоровья Ване. Мария Слободянская о состоянии спасенного из-под завала. Ваня Фокина. Продолжение следует...